Раскуроченная крыша. Раскрыл ее ураган прошлого года. Дальше ветра отрывали по кусочку. Голый потолок не защищает ни от осадков, ни от холода. От состояния школы педагоги хватаются за голову. Даже незначительный дождь здесь щурит плесень внутри здания. Вот видите, где пятно прямо? Отсюда идет дождь. По стенкам бежит полностью вот эта стена, плафоны где. Видите впоследствии, что пол гниет. Лужи вытирали, где-то само впитывалось, но физкультуру продолжали. Уроки, секции по волейболу, расписание не менялось. Но из тренерской раздевалок пришлось ехать. Здесь были лужи, что наступить было совсем невозможно. Зимой вообще сюда невозможно было, здесь была минусовая температура. Переодевались где можно было, в любых кабинетах. Тем не менее, школа признана готовой к учебному году. И по словам директора Елены Михалевой, проблема с крышей на приемке не отразилась. Полностью школа не признана аварийной. И она будет у нас открыта к первому сентября, но с замечаниями. Ну, школа – это ведь не только уроки физкультуры. Это еще другие предметы, наверное. В день большой встречи педагогов краевой столицы. Состояние этой школы приехал лично проверить замглавы района Валерий Тимирязев. Со следующей недели начинается ремонт спортзала. Я думаю, в течение трех-четырех недель все будет закончено. По словам замглавы, ремонт спортзала вопрос давно решенный. Смета на 4,5 миллиона рублей составлена, бумаги на подписи у губернатора. Но почему-то директор школы об этом узнала только сегодня. По словам чиновника, неосведомленность директора – свидетельство халатного отношения к прямым обязанностям. По словам сотрудников школы, за 50 лет здесь не провели ни одного капремонта. Школу латают как могут. Не лучшего вида ее котельная. Директор школы рада, что ситуация меняется, но недоумевает, почему до общественной огласки на проблему никто не обращал внимания. На все просьбы у властей был один ответ. Ищите спонсоров. Я и пошла искать спонсоров. Не дай бог что-то случится, ответственность буду нести я. Я себя даже и не прощу, если кто-то из детей пострадает. Первую четверть уроки физкультуры будут проходить на уличном стадионе. К спортзалу доступ ограничат. Там в течение месяца должны заменить кровлю. Но внутренние работы, скорее всего, проведут только на осенних каникулах. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.